В Красноярске начался основной этап праймерис кандидатов в депутаты городского совета. День выборов назначен на 8 сентября, но чтобы сформировать список претендентов, необходимо провести их отбор уже сейчас. Для этого в региональном отделении партии «Единая Россия» проводится предварительное голосование. Ленинский район стал первым. Здесь выдвинулись 9 кандидатов. С подробностями Олеси Рожкова. Начнем, пожалуй, с молодежи и спорта, как я сам представил, молодежи. Самый юный кандидат в депутаты городского совета Павел Самойлик убежден, карьеру надо строить с молодым. Ему 18, так что имеет законное право участвовать в предварительном голосовании или праймерис. Павел один из тех, кто откликнулся на призыв Эдхама Акбулатова. В апреле глава города заявил, он готов возглавить список кандидатов от партии «Единая Россия» и призвал горожан выдвигать свои кандидатуры. Павел признается, ради депутатства готов перевестись на заочное отделение. Если даже мне не получится занять место депутата в городском совете, то я считаю, что люди хотя бы услышат то, чего действительно не хватает нашим политикам в работе. В том числе, это работа с молодежью, развитие спорта и туризма в Красноярском крае. В предварительном голосовании принимает участие около 160 кандидатов. Это представители партии, общественных организаций и самоводвиженцы. Кандидаты распределены по 18 одномандатным округам. Кандидаты представят свои программы специальным выборщикам. Основной такой тезис или основной фактор, который подвигает меня к тому, чтобы участвовать в этих мероприятиях, это все-таки возможность на уровне городского совета влиять на те решения, которые принимаются в интеграции науки, образования, бизнеса и власти. Голосование тайное, но вся процедура предельно прозрачна. Как и положено, урны запечатаны, а за процессом следят наблюдатели. Ставить галочки можно напротив нескольких фамилий. Из этих голосов в этот же день составляется рейтинг кандидатов. Его можно посмотреть на сайте. После того, как голосование пройдет в каждом районе города, будет сформирован общий список. В Ленинском районе первым стал Эдхам Акбулатов, а студент Павел Самойлик четвертым. Но для мэра «Праймерис» это не только внутрипартийный рейтинг. Эта возможность дает людям проявить свои способности и создать работоспособную команду единомышленников. У меня есть некое понимание, каким образом должен работать городской совет. И в этой связи я хочу свое понимание изложить для того, чтобы здесь, на партийной площадке, можно было бы посоветоваться с участниками предварительных выборов и услышать их оценку этих предложений. Таким образом, по принципу «одна голова хорошо, а две лучше». Для работников районных администраций суббота, начиная с этой недели, станет рабочим днем. Такой проект предложил Эдхам Акбулатов. Горожане не раз жаловались. Чтобы попасть на берем какому-либо специалисту, приходится отпрашиваться с работы. Теперь не придется. С более подробным графиком можно ознакомиться на сайте городской администрации. А предварительное внутрипартийное голосование продлится до 9 июня. Олеся Рожкова, Павел Иваницкий, 7 канал, Новости 24.